Всем привет, ребята, с вами Эдричен, ты да, это новый выпуск Супер Мамы, если я в этом рада и буду благодарен за лайк, с радостью читаю ваши комментарии, и у нас сегодня третья Мама, Мама Императрица. Две мамы уже были, ссылки в описании, ну что, ребята, начинаем? Да, после просмотра переходите на мой лайв-канал, там также с огромной регулярностью выпускаю проект, я вешу 300 килограмм, проект, что было после проекта, я вешу 300 килограмм, а также еще много чего там интересного уже запланировал, так что там тоже скучать не будете, это для ценителей, в общем-то, реакции Ченда. Ну что, ребята, мы начинаем. Это проект Супер Мама. Освежим нашу память. Тут четверо дуже резких потус, что тижня з'ясовують, кто з них насправді супер. Слухай, нам посчастлива. Императрица. Цего тижня змагатимуться матуси с Киева. Знайомтеся. Схидна мама Лана. У меня есть своя школа восточного танца. Яка виховывает донечку с урахованием всех схидных тонкостей. Женщина должна быть покорной, чтобы мужчина чувствовал, что он главный в семье. Мама императрица Марта. Я императрица, я раскрыла себе внутреннюю богиню. Яка навіть із чотирма детьми активно прокачує свою духовность. Я делаю все, чтобы своим детям передать чистою, счастливую карму. Мама всесвит Тетяна. Я всесвит для своих детей, а мои дети всесвит для меня. Чиє життя обертається на жорсткое существо ее маленьких двійнят. 95% своего часу я присвячую своим дітям. Та мама инфлюенсерка Таня. Инфлюенсер. Это лидер домок. Яка вважает, что духовность детей треба насамперед властных. Кто смотрит предыдущих два выпуска, тот знает, что симпатии я к ней не испытываю. Прикладом. Я показываю приклад успешной женщины самодетинства для своей донечки. Матуси уже дізналися, чому Тетяна надихатись не может на своих детей. Я 10 лет лековалася от безплития. Я достигла сделать 7 ЭКО. Дети родятся недоношенными. 6,5 месяцев. Каждый день она понимала, что дети могут умирать. А у Лани изъясовывалось, что на ней и дитина, и побут, и даже финансовые проблемы человека. Вообще все на ней практически. Я тебе одолжу 6 тысяч долларов. Який до того ж одружуватись не поспешает. Ему этого не хочется делать. Он какой-то реально деспот. Он изначально не собирался жениться. А сейчас в борьбу за трон супермами вступает роскошная императрица Марта. Меня зовут Марта Яцкевич, мне 32 года. Я мама четырех детей, их зовут Максим, 6 лет. Скажи мне, что у тебя сегодня в школе было? Амурно учился. Анастасия ей 5 лет. Элиза ей 2 годика. И самый маленький Матвей ему 10 месяцев. Ага. Чуть у родителей это немало. Ну, так, судя по тому, что я вижу, очень хороший ремонт. Так, типа, ну, недешево, красиво все сделано. Я развелась с мужем, несмотря на то, что я многодетная мама. А, это поэтому она там, это ищет себе нового ухажера? Еще бизнес-леди. У меня свой спа-салон. Я духовно наполнена и занимаюсь своим развитием. Спа-салон? Я постоянно езжу на ретриты и прокачиваюсь в внутренний мир. Ретриты-то в бубенки постучают, да? Мои дети вырастут осознанными и просветленными. А поиграй двумя ручками. Двумя. Я императрица. Я раскрыла себе внутреннюю богиню. С каждым днем я раскрываю свою женственность все больше и больше и прокачиваю свою сексуальность. Я уверена, что все женщины должны быть красивыми, уверенными. Сися выпала. Сексуальными, такими, как я. Я супермама, потому что я духовно развита и наполнена. Не, ну, как для четверых детей выглядит хорошо. Подтверждаю. Ну и все, чтобы своим детям передать чистую, счастливую карму. Как у тебя в личной жизни? День и марта, расположены в элитном коттеджном городе неподалеку Киева. И троя матусь от-от распочнуть вторгнение в ее маяток. Небольшой аккуратный дворик. У нас все-таки панорамные окна. Ну, что, симпатично. Новый, светлый, просторный. Ого! Ого! Это что? Как я вам, девочки? О, мой гад. Я очень рада вас. Привет. Я представляю себе, я в гости приходил, и вы так бы встречали. Я такая... Это снежка, это Светка. Званый ужин. Званый ужин. Я чем пришел на званный ужин? Я такая... Что я сюда приходил? А, точно, кушать будем, да? Стоять в своем доме. Подвинься, пожалуйста. А, вообще, я такой... Ох, что-то у вас тут пол-кодиционеры включены, да? На отоплении. Какой раздевается. Я тебя спасаюсь. Это не работает. А вопрос, зачем это сделано было? Это ж не мужики. Или, или, или... А, ну она же понимает, что мужики будут смотреть. А девушка-то, в общем-то, это... В разводе. Поймите, как бы не хватает мужского. Думает, а вдруг сейчас тот самый смотрит такой. Опа. Она показала просто сразу. С козырей зашла. Уже о своей жизни. И как я стала императрицей. Как я ее взращивала много, 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 много лет. Может быть, и веков. Очень хочу сегодня раскрыться. Максимально. Настолько, сколько это будет возможно. Ты уже стоишь в спидней белизне. Куда, блин, максимально раскрытися. Сейчас она как разкроет рогатку. А как же дети? Они тоже на это смотрят? Конечно. Конечно. Я голая могу ходить дома. Ну это странно, когда у тебя сын уже 6 лет, ты голая можешь ходить дома. У меня это не проблема. Обалдеть. Мама идет перед своим 7-летним сыном и голой частью. Говорит, мама, вот это ты, конечно, у меня. Чела где-то родный. Хочу такую же жену. Сексуальность должна присутствовать у женщины каждый день. Женщина каждая должна помнить о том, что она женщина в первую очередь. А потом уже мама, там, хозяйка. Сексуальность – это очень мощное оружие у каждой женщины. Но почему там женщины его прячут? Только сильные личности могут выставлять это на показ, как делают это мировые звезды, как это делают фотомодели. Предлагаю вам сейчас, как вот по подиуму походить, мини-мастер-класс по принятию себя в зеркале. Для того, чтобы вы так же вдохновлялись раскрываться. Женщина другая хочет стать императрицей, ей нужно подружиться с императрицей. Развивать свои... А, там только так все по наследству передается. Женщину, свою сексуальность. Я вам сейчас покажу, как я люблю каждое утро крутиться перед зеркалом. Я обожаю смотреть себя. Я себя хочу. Очень. Бедра должны вот так вот виляться. Женщина должна идти прям по одной линии. А бедра должны вот так вот... Я очень люблю перед своим мужчиной танцевать эротический танец. Это уже зрозуміло. Так а муж, другой уже мужчина, так понимаю, появился, да? С мужем уже в разводе. Уже четверо детей есть, то мы поняли, что процесс у тебя явно улюблен. Да. Если посмотреть на нее с здравым взглядом, то она же далеко не красавица. Шаг второй. Начинается женская красота оцениваться. Не, ну такая, если честно. Пока подбуханная, да? Да нормальная девчонка. Тем более четверо детей. Ну да, такая очень раскрепощенная, конечно. Есть красиво, раскрывай то, что на вас. Я люблю себя снимать также в белье, перед зеркалом. Можно? Ты який приклад показываешь своим девчатам? Как раздягнутися правильно перед мужиком? Ну, алло. Я много ходила по разным тренингам для того, чтобы раскрывать в себе эту женственность. Ну, например, мы крутимся. Это называется софийское окружение. Оно делается вот так. Тут важно не вказать. И не обрываться. Это мощно. Она так закрутила, нахер, головой в стену. Буф, блядь. Такое, прозрение. Очистительная практика. Ее делают в Индии софийские монахи. Ну да, очистительная практика. Крутишься, ты начинаешь очищаться. Блядь, начинаешь пускать такие фейерверки, сорта. Такая вот миссия в жизни. Кружится. И действительно, это очень серьезная медитация. Можно получить ответы на такие вопросы, которые в обычной жизни, например, не приходят. Боже, как нормально реагировать на абсолютно все вещи, которые она говорит? Ты ее чуешь? Ты просто еще не дошла до того просвещения. Потом в голове такие, знаешь, типа у меня эрор, эрор, эрор. Я уже вижу, ты в стену трошки залазишь. Ты уже ближе до нас, чтобы давай-ка. Сейчас как жахнется. Ты не опинилась. И потом просвещение. Не, ну что прикалываетесь? Какое окружение? Дисексуальность в том окружении. 20 раз вона покрутится, закрутится голова, блин, об землю. И на, тебе еще потери матери, понимаешь? Для четырех детей. Ну что, над этим нужно работать. Вкладывать в это время, деньги и иметь желание. На то, чтобы действительно себя вести так, как веду себя я. Схоже, Марта, это очень экстравагантная личность, которая любит эпатаж. Конечно, она доросла женщина, которая имеет право на такую поведенку. Проте, мне интересно, как подобные принципы жизни влияют на выхождение детей. Девочки, давайте сейчас со мной, каждая из вас по очереди попробуем покрутиться перед зеркалом и принять себя. Я за то, чтобы женщина всегда оставалась загадкой. И красота женская состоит в ее скромности. Вот их вот этот эксперимент для меня был неинтересен. Давай ты снимешь пиджачок с мульет. Сейчас разденем бабу. Удобно, комфортно. Ты что гонишь? Хватит нас тут одна раскрыла все свои квиточки. Хай будет ей хвалы на славы. Я просто вхожу в топ самых 15 красивых женок Украины. Ой, блядь. Ой, блядь. Господи, блядь, она не меняется. Все спасибо. Короче, я самая тут красивая. Топ-15 вообще Украины. И вот планирую поехать на Мисс Мира, Мира Вселенной, Космос 2021. Это будет проходить, в общем-то, под Киевом. Да, Мисс Мира в этом году проходит под Киевом. Я там участвую. Это я. Проходжение твое, воно неверное. Ты идешь, ты должен держать руки при себе. Твои бедра не должны ходить заместа тебе разом с твоим телом. А люди, которые не зажатые, которые открытые, они завжди хотят себя показывать и отверто могут сказать, какие они офигительные. Ооо. Собрались две красотки. Если бы они вдвоем прошлись, мне кажется, это был бы великолепный контент для какого-то юмористического шоу. Девочки, хочу надеть халатик. Я на тебя повлияла. Я просто визуально тебя одеваю все время. Сексуальность – это такое что-то яркое. Понимаешь, это вот… Оно не может продолжаться постоянно-постоянно-постоянно-постоянно. То есть это какой-то такой фейерверк, и потом уже нужно как смена декораций. Танюш, подходи, пожалуйста. Как ты разумеешь, жиночность – это не моя тема. Тебе не нужно закрывать свою грудь перед людьми. И вот сделаем вот так. Ооо, супер, класс, мне нравится. Девочки, вам нравится? Очень. Таня, в цьому оверсайз-худи, в цих капец каких величезных штанах. Туп, туп. Ты свою сексуальную энергию проявляешь. А что, оверсайз – тоже нормальная одежда, удобная. Ну, может, там не прям так подобрала по фасончику, но я вообще люблю оверсайз. Прикольная одежда. Вообще многие любят свободную одежду, спортивную, такую, когда тебе ничего не сковывают. И на чужих мужчин в том числе. Что значит чужие мужчины? Благодаря этому... Чужих не бывает. У меня появляется огромное... Просто твои, либо не твои. Умное количество, скажем так, претенгентов на мою руку и сердце, как говорится. Уваженных человеков, яких хочет завладеть твоей императрицей. Конечно. И судя по тому, что мы видели только что, мы пытались повысить, в общем-то, процент этих мужчин. Нам тело дано для того, чтобы телом чувствовать голова. Иногда можете мешать. Голова вообще не нужна, согласен. Что я придумал, нахрен, этот котелок, что-то, блин, подсказывает, какую-то хрень, блин. Таких, как Марта, страдают потом семьи. Потому что они ходят без мозга, свои задницы голые виляют. В любом случае, у мужика срабатывают вот эти животные инстинкты. Який максимальный период? Ну, не знаю. Ты себе представляешь что-то так, идет баба и мужик. Трахать, 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 трахать. Вот так вот или что? Ты думаешь, что вы настолько мужики без мозга и существа? Ооо, все, у меня нет дома жены, никого нету, хочу. Не, ну если у тебя такой себе спорный мужик, то да, ну, наверное. Ну, бляха-муха, ну не все ж такие. Что ж вот это вот, начинайте из мужиков каких-то животных от них делать. Что только женщины могут быть такие прям императрицы, умные и так далее. Мужики без мозга, только у них одно на уме. Да, конечно. Нет, это важно, я не спорю. Ну, не только все на этом завязано-то. Ну, в углу утримания без секса. Когда у меня долгий период, например, нет, там, неделя-две, я считаю, что это сильно. Я чувствую, что прям по телу. Прям действительно хочется. Чересчур. Это как пойти в ресторан, потом не ходить, не ходить, а потом опять пойти в ресторан. Мне очень важно, чтобы партнер не нравился по многим-многим-многим факторам. То есть секса на первом побачении у тебя не было. Почему? Так я бы ты встыла. Ну, так сразу, она быстро, у нее экспресс-тест. Знаешь, какие-то 15 минут, как коронавирус. Сейчас она подходит. Это как разумите, что он подходит под все твои пункты. А это... У меня настолько уже развита какая-то вот интуиция. Поняла. Какая интуиция? Была, п***ка, или нет? Ну, блин, реально. У меня и одно с удовольствием в жизни. Где ты с ними знакомишься? Удобнее всего, конечно, в интернете. Может быть, человек настолько вот хочется, что не получив этого, просто невозможно дальше жить. Она просто слабая напередок. Понимаешь? И хочется, и пофиг. И как с таким мужчиной потом в дальнейшем строить семью? А кто сказал, что она собирается строить семью? Ты позволила ему прикоснуться к себе при первой же встрече. С моим мужем мы встречались там несколько недель, и мы не занимались сексом. То есть мы чисто там гуляли, там целовали. Я Рик, уявляешь? Рик с человеком гуляла просто за ручку. Если тебе хватает терпения ходить год, пожалуйста, у меня этого времени не было. Я считаю, что это немножко уже психологическое какое-то вообще искажение ходить год, и мужика реально морозить. Есть сейчас на данный момент стосунки? Ну, знаешь, периода моя. То есть сейчас стабильных стосунков в тебе нет? Нет, у меня нет. А как давно ты без человека? Год. Вы чувствуете, что она пришла специально? А, то есть по факту там родила самую младшую, или 100 младше, или младше, и порастались? На проект, чтобы знать, что она была червяка. Да, у тебя было много партнеров. В сексуальном плане? Давайте я не буду отвечать на этот вопрос. Да потому что их до хрена была, она их сама не пометает кількости. Каждый сексуальный партнер – это опыт в любом случае. И очень часто, когда у женщины там один или два партнера, в основном это женщины, которые не уверены. Не существует никаких правил, сколько должно быть сексуальных партнеров, когда можно заниматься сексом после знакомства. Главное, чтобы за помощью секса вы не пытались решить свои психологические проблемы, або компенсировать нестачу впевненности в себе и любови. Адже это еще никому не помогло. Но уже интересно оценить твою хозяйновидность, познакомиться с твоими детьми. Приходите, пожалуйста, на кухню, а я пока пойду переоденусь. Спасибо. Ну вот, видите, от кого-то длинные розы. Когда мы посмотрели на кухню, это был какой-то шок, потому что я не ожидала такого видеть. Ой, тут, смотрите, сколько тут мошок селяких, миль. О, ху-ху. Ой, шо, жесть. Это кумахом от ***. Я сейчас сознание потеряю, это вообще кошмар. Ну, грязь никогда. Я в шоке. Это она типа помыла и поставила. Маш корня, моль. Оно все воняет, срач. Я как-то отвлеклась, а они уже успели залезть в мои ящики. Мне было неприятно. Смотри, какие. Это как полезть в трусы без спроса. Матвей, ты ведь, а дитки пришла. Какой вот такой пупик маленький. Можно назад? Матвей, душка. Такой халёсий масик. Даю на ручки вас. Идем, идем. Все, 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 все. Ну, поплачем чуть-чуть. Ну, а как? Ну, а как? Ну, подожди. Ну, нельзя. Нельзя, понимаешь? Так. Нельзя. Видно, что она не спілкуется с ней. Она не знает, как с ней справиться. С ней тем паче истерикой. Ну, это такой вопрос времени. Бывает, ты будешь ребенку что угодно говорить, но если он плачет, надо переждать что-то. Холодильник, конечно, у него странный. Это вообще холодильник для того, чтобы заставить его встроенную кухню. Наверное, кухни пока нету. Вот видите, крепления пооставались для того, чтобы сюда набивать, в общем-то, лицевые панели. Та и кухня как будто где-то такая недорогая купили на каком-то таком барахолке. Может быть, просто дом купили там, а пока на ремонт денег нету. Как ты стерилизуешь бутылочку? Я не стерилизую бутылочки вообще. Может, как-то так? Мы побачили моль, яка летает. Вони є переносчиками, столької зарази. Серьезно? Боже мой, я не знала. Что это такая зараза сильная? Сумятно. Наверное, не кипяченого. Нет, представляешь? Зрозумело. На что ее стерилизовать, если она нормально их помыть не может. Как часто ты даешь ей смеси на день? Двухоречной дитине. Могу дать утром. Вечером. Мені це категорично не сподобалося. Вона має їсти звичайну їжу. Для такой дитини це неправильно. В садике она кушает то, что кушает в садике. А дома ты ее не готуешь? Ну, вроде взрослый ребенок для смеси, да? Два года. Вот я не знаю. Это, наверное, сейчас мамочки смогут ответить. Дома я очень редко. Причем уже обычная еда что есть? Довлю. В двохоречной дитине не повинна їсти смеси. Ежеш можно, я не знаю, омлет зробити, кашу заварити. Да, можно. Но сейчас я этого делать не буду. Двухлетняя девочка – это полноценный ребенок, который должен полноценно питаться. Она ему дает эту бутылку, смесь, чтобы не париться. Быстро и вкусно, наверное. Не спорю, на рассмесь – это вкусная штука. Не мама вообще. Ну, не мама это. А водичку ты даешь деткам? Я вот стараюсь, чтобы ребенок сам чувствовал, что ему хочется. Маленьких я водой не... Не это, Ань. Не пою. А чем? Не пою. Вы знаете, у меня лично самой нет такой потребности. Деткам водить водичку обязательно, чтобы не было обзвоживания. Это вообще любому человеку нужно много воды пить. Ну, я в них не запхаю эту воду. Нет, нужно детей приучать. Обязательно. Конечно. Но если мама не пьет, то как они будут пить? Я тоже согласен. Сложно это сделать. Пью чай, потому что я люблю чай. А воду я просто не люблю. Она мне невкусная. И я ее не пью. И я хорошо выгляжу. Это твои проблемы. Ты взрослый человек. Ну, они же не понимают. Ты как мама должна их научить. Какую жидкость ты им даешь, помимо смеси? Ну, жидкость, они, ну, опять же такие, у них, смотрите. Короче, малая успокаивается соской, я понял. Ты не вытерла, она же упала на пол. Ты? А какая уже разница? Все облизала, так что сделать? Что мне сделать? Ну, все. Пусти ее на пол, пускай он ползает. Мартусь, просто тут ты блога, они души чистые. Ничего страшного. Я детей не стерилизирую. И бутылочки в том числе. Поэтому ребенок, я считаю, что должен расти естественно. Да, не париться о том, что где-то там какая-то грязь. Ну, это моя позиция. Вона не париться. Что они едят, эти дети? Земли они поднимают, вылизывают они ту плитку языком, чи нет? Давай его положим все-таки. Он будет лежать в кроватке. Лежать и кушать? Да. Лежа? Да. А там он один будет? Ну, ничего страшного. Ты не боишься? Он самостоятельный. Нет, боюсь. Потому что они подавятся. А, моя пряжка. Что-то капец. Может, это шокует дитину, чтобы оставить саму, ездить в лежачем положении? Десять месяцев, это на секундочку. Ты понимаешь? Боже, это такой жах. Я не знаю. Блин, я сейчас рассказываю, и мне мурахи потели. Неужели настолько можно доважать своих детей? Я так и не поняла, куда она его положила, потому что он сам смог слезть и приползти обратно на кухню. Я прошу прощения, девочки. Он просто маленький, куда-то полз, мы его вернем, потому что он скоро зрение выпал. Он пошел исследовать мир. Ты позволяешь ему повзати где-то угодно тут? Да, когда он со мной, он повзает везде, я, конечно же, смотрю. Там было много разных вещей, например, біля камину, были там кочерки, там стояли. И в любой момент, где она просто может потягнуть руку, ей интересно, и свалить это на себя. Может. Март, ты не готовишь, потому что ты не хочешь просто это делать. Я не люблю. Я не люблю готовить. И ты готова дитям давать, або что, або просто не навантаживать себя. А у ребенка это полноценный рацион питания на день. А у них там еще такая дешевая каша. Я за то, чтобы ввести, конечно же, фрукты и фруктовые пюрешки. Я это делала, но как-то, вот знаешь, как-то вот с этими сьми как-то мы уже просто по-другому пошло. Потому что с першим ты награлась, ты зрозумела, как-то тяжело. Это реально тебе уже стало недовподобие, третья, четвертая, и так вытянутся. Девочки, это лучше, чем мясо кушать, поверьте. А ты детям також не даешь мясо? Вообще не даю нас. Я максимально дуже... И ее право. Агрессивно отношусь к мамочек, которые решили за своих детей. А вона взяла себе такой решитель. А кто должен решать? То есть ребенок такой, ну, дать ему сигарету или что ребенку? Конечно, родители отвечают за ребенка, за его питание, за воспитание, вообще за все. Не знаю, так какого возраста. Думаю, не до 18 лет, наверное, конечно. Но все равно точно в этом возрасте. Чему ты удивляешься? Потому что яйца простейшая. Ей не требует готовить мясо, понимаешь? Как ты белки заменюешь? Можливо, ну, ты переверяешь дитине? Чи там, високий в ней нормальный гемоглобин? Там, насколько ей вистачает белков? Не переверяешь. И анализы не задаете? А вы прививки хотя бы делали? А как бы часто посещаете педіатра? Не посещаем. Вообще? Вообще. Сразу же одного раза? Я не считаю это нужным. Все врачи гаванюки. Мы живем в сучасном освете, есть лекарь, почему до них не вернутися, чтобы заранее переверить. Тем более, если дитина не вживает мясо. Ты видела, что у Лизы здесь очень сухая голодка? Да, я тоже обращусь к шалушению. Это, скорее всего, знаешь, то это глисты, скорее всего. Блин, сухая кожа, а это глисты, сухогомонкулы. Понимаешь? Наверное, глисты. Ты вообще, алю, она уже расчухала. Да, вот это соберение дерматитов. Это точно. И в малого тоже это на шее. Я когда погладила ее по головке, я почувствовала там уже панцирь этой чешуи. Ее детей сейчас нужно забрать и отправить на медосмотр. До речи, так само вважает и Дмитро Карпачов. Я знакомый с лекарем, который обстеживал вашу доньку. Про шокующие результаты медогляда, смотрите в следующей программе. И там на раку это трешняк. Розповів, в якому стане была ваша дитина. В якому? Увага на экран. В смысле? Это трешняк. Вы не имеете право меня судить. Я не беспокойна, понимаете? Если будет уже критично... Короче, мама забила на детей, я понял. ...ситуация, то, конечно же, я пойду и обращусь. Скільки критично для тебя? Ну, например, если ребенок в температуре там 4 дня, это уже говорит о жестком воспалении. Яка высокая температура будет тебе критично? 38-39 и не сбивается. Высокая температура? Ну, это много. Ничего себе, бывает день уже, это хреново себе можно чувствовать. Если, блин, 4 дня в 39, может, загореть чертям собачим. За 4 дни в такой дитине может гореть, знаешь, скільки все в организме. Ты привезешь, а уже может быть пиздно. Высокая температура – это хорошо, потому что организм борется. И когда есть высокая температура... ...оно убивает инфекцию. Знаешь, есть вот такие ангели-хранители, которые берегут таких детей. Нет, я бы назвал это просто фартит. Ну, тут кто во что верит. ...которых мамы дурые. Давайте уже заканчивать здесь, мы уже чуть-чуть надоело. Я сейчас просто не в ресурсе. Так холодильник, что ж не просматривали. Схоже, я тоже перестаю бути в ресурсе. От такой кількости помилок, увага... Как почему она начинает бомбить? ...принципах догляду за детьми. Больше всего меня обурюет, что Марта – доросла женщина. И с опытом выхождения своих старших детей. Тоже, виходит, что она целиком сведомо шкодить детям, позбавляючи их нормального харчування, лікування та навіть води. Я очень надеюсь, что хотя бы отец этих детей не байдуже на их здоровье. У меня еще ребенок не оформлено по той простой причине, что я рожала его дома. Я не получила свидетельство о рождении Матвея. Он сейчас не зарегистрирован. Сегодня он есть, завтра его нема, и навіть никто не спохватится. Пойдет, продаст, и не было Матвея. Все ненормально, это мамаша явно якась чокнута. В смысле? Типа у нее нет свидетельства о рождении? А так можно? А как так? Она что, дома его ванной втихаля рожала или что? А как можно выйти с роддома без свидетельства о рождении? Дома рожала. А, дома ж правильно? Обязательно, опять таблетки старческого маразма действуют. Своя ребенка я рожала, как все в роддоме. Нет, в роддоме рожала. После этого у меня начался духовный путь, и я начала развиваться. Я действительно чувствую в себе богиню, и богиня с потолка не упадет. Для этого есть ретриты. Это действительно очень интимный процесс, точно так же, как и секс. Да, что такое ретрит? Когда ты уезжаешь в какую-то гостиницу, там идут медитации. Я начала постигать свое подсознание. Я женщина, которая прошла много ретритов. Я училась многим практикам, чтобы быть в потоке и быть в моменте. Я в моменте и пролетел. Сейчас стало модным использование таких слов, как усведомленность, ретрит, фраз «быть в потоке» или «в ресурсе». Разом с этим появилось и много аферистов, которые этими поняттями спекулюют. И так же есть люди, которые этими поняттями прикрываются. Например, Марта. Адже очень удобно свою безответственность и эмоциональную незрелесть прикрывать духовными учениями. Когда я уже была вторым ребенком, мы с мужем думали, но он вернулся с ретрита, и он говорит, все, мы будем жить дома. Не дай Боже, могла бы дитина задихнуться, и никто бы не встег его врятувати. Швидка бы не доехала, потому что она далеко живет. И там, да, поручки в клинике немае, наверное. Это была ванна. То есть вначале это было вообще как сказка, да. Один момент, я не знаю, вот в роддоме меряют раскрытие матки. Долас говорит, так зачем тебе мерять? Я говорю, как? Ну, потому что у меня уже опыт. Он говорит, родишь? Да и родишь. То есть, ну, она говорит, я не буду мерять. Даже вот появление детей для нее это было так, знаешь, как кошка рожает, типа, выну, породы, и все. У нее проблемы с головой конкретные. Я перед этим прочитала тоже книжку одной Адолы. И там она пишет, что единственная действительно опасность в домашних родах – это кровотечение. Кровотечение останавливается кусочком скушенной плаценты. И это факт, потому что я ее кушала два раза с медом. Она просто где-то в книге вычитала, что это делал кто-то. Она просто решила съесть по акценту. С медом, чтобы вкуснее заходило. Потому что она у меня в замороженном виде. Ты его… Нет, очень спасибо, не нужно. Она лежит в холодильнике. Она в морозилке лежит. Да, одна, две, три. Мы вечерять не будем сегодня. Можно нам и на вечерю, пожалуйста, не подавать? Плаценты – это вообще считается восьмая чакра у человека. Это очень сакральный орган. Первые несколько дней после родов плацента должна быть рядом с ребенком. Поэтому плаценту важно не отрезать, а носить с ребенком. И когда… Господи, блядь. Наверное, я еще не настолько просвещенный. Нахрена это тускать с собой? Плацента уже отдаст ребенку все энергетические тела, эфирные тела. Тогда она сама отпадет. У нас было так с Матвеем. Через пару дней поповина сама отпала. Никаких проблем. Зачем ты это делаешь? Я хочу ее закопать. Я очень хочу… Я думал, что она ребенка хочет закопать. Это сделать как ритуал. Так что ты за десять месяцев ее доски не закупала? Блин, та часу до длина. Может, время еще не пришло. Надо, чтобы Юпитер за Сатурн зашел. Орган ребенка – это как его собственность. И когда к плаценте относятся вот так вот как-то как ненужному материалу, я считаю, что это глубокое неуважение. Так что, когда срать ходите, относитесь с уважением к какашке. Не в унитаз смыли, а аккуратненько в кульочек завязали, сложили. Это часть тебя вышла. Пока дети вырастут, она им покажет. Попробуйте, звідки вы вылезли. Мазда, ты ты, ты ты, уже на лестницу метят. Следом за малейшою на другий поверх идуть и матуси. Какая безопасная лестница. Там ребенок, если с этой лестницы не вернется, если, дай бог, он выживет, поверьте, он будет очень бояться высоты. Вот так вот появляются, в общем-то, вот эти вот страхи. Не бойтесь, она хорошо зафиксирована. А ты видела, здесь гвоздей торчат? И почему перила какие-то не набили, типа, если хорошо зафиксировали? Блин, тебе четверо детей. Вы разумеете, что там ходит маленькая картинка. Одна и друга. Голыми нижками. Блин, просто тут торчит какой-то кусок металла, бля. Тут гвоздь. Боже мой, что это вообще, бля? Ни шок, блин, за який вы абсолютно не переймаете. Так красиво можно с верхнего этажа упасть, даже перил там тоже нет. Лишко для принцессы, там лишко для справжнего моряка. То есть огромный дом, и они все живут в одной комнате, или я что-то понять не могу. Ой, ну, ну, дуже круто. Мой самый старший ребеночек, его зовут Максим. Он немножко стесняется. Да, ему скоро будет 7 уже. Максим, будешь с нами разговаривать? Я стесняюсь. Малий Максим очень и очень худеев. Он не выглядит на 7 лет. В первую очередь, потому что он не доедает, это явно. И второй момент, это то, что он недобранный просто. Ну, как ты определила по нему, что он какой-то херово очень выглядит. Я тоже был в детстве худой. Подарунки. Я тебе тут такие натуральные солныши принесла. Сподіваюсь, тебе... В чистой одежде. А что не так с его одеждой и так далее? Голова мытая вроде. Они сразу схватили эти конфеты, и Лизка, и Макс. И она ела конфеты за конфетой. Давилась, так сказать, можно. Я поняла уже поэтому, что ребенок держит такие конфеты первый раз. Жалко. Максим, в какой ты ходишь класс? Ты орой. Дети мои ходили только в частные садики, потому что я была уверена в том, что там и домашнее питание, и воспитание. И школа у нас тоже частная, потому что в частной школе они кушают. Они там целый день заняты. То есть для меня это очень важно, потому что мне нет времени заниматься ребенком. Например, если там он 3-4 часа в школе, потом с ним делать уроки. Хочу там уроки делают. И я понимаю, что у меня нету прям такого особого и желания этого делать. Это ж краще пойти куда-то погуляти и заняться своей сексуальностью. С кемись пойти, чем седьмах сидеть. Ну, лучше так, чем никак. Потому что, если бы они были бы дома, я не уверена, что она ими занималась. Поэтому занимаются в школе. Ну, если выбирать из этого, я ничего плохого в этом не вижу. Единственное, что, да, отношение, конечно, у нее к детям такое непонятное. Но, как по мне, прикольно. Типа, ты можешь в школе поделать уроки, тебе помогут. И ты хотя бы приходишь домой, и тебя дом не ассоциируют. Для меня домой, еще после школы, это был стресс, бля. Потому что дома надо тоже делать уроки. Думаешь, бля, я только закончил эту хрень. В школе. Еще домой, бля, как зададут, еще больше, чем в школе учил. Ты такой, твою ж мать, бля. Вся жизнь проходит так. А так хотя бы, как на работу ушел. Там в 9 утра ушел, в 5 пришел. Но уже хотя бы без уроков. Правильно? Правильно. Мне кажется, это хорошая тактика. Можем мы с тобой поспалкиваться? Дома отдыхать. Я стесняюсь. Ты не стесняйся нас, мы тебя не покусаем. А куда ты с мамой ходишь? Не знаю, в кинотеатр, возможно, вона тебя водит. Может, в какие-то разважальные центры. Может, вы книжечку с мамой читаете разом. Когда ты с мамой уезжаешь надолго, а бабушка с нами остается, и мы учим с бабушей книжки. А с мамой вы учите книжки? Нет. Только с бабушей? Да. Он не сказал, что мама там со мной читает, что мама со мной играет. Ну, хоть что-нибудь, хоть как-нибудь. Так видно, что маме как-то насрать на детей. Это же как бы и так заметно. Я дякую ему увагу. Мы зрозумели, что я в дитине... Мама императрица. Это где-то было, чтобы императрица занималась своими детьми. Дога лет его не имеет. Она как Клеопатра, знаете. Вот Клеопатриш тоже был такой момент, что там каждую ночь новый мужчина. Потом, конечно, она им голову вроде якобы по истории отрывала. Ну, точнее, сносила. Вот. Но Клеопатра якобы там тоже была женщина такая. Скажи, пожалуйста, кто в этой комнате кроме тебя находится? Мы бачим просто три лишка. Я сплю один. Я сплю на веку. Спит внизу Матвей спит, а там спит Лиза. А Матвей ось тут на лишку спит, правильно? Да. Он сам, без мамы? Да. А не было такого, что он спускался и шел домой? Чи ты его там, когда он кричит в ночи? Он когда-то кричит в ночи, плякает, а мама приходит и успокаивает. Я охренела, когда я почула, это дитина маленькая, 10-месячная, дитина спит на втором этаже, где нет перил, где нормальных сходов. Он уже повзает, он может в любой момент с датой идти, типа хочет до мамы, махнулся и капец. Ну, согласен, трэш какой-то, если честно, нахрена ребенка 10-месячного на второй этаж закидывать. Где вас в гости приходят? Мы когда-то встречались два раза. Просто мама сказала, чтобы тату не ходил к нам в дом. Ага, мама забороняет. А тебе было интересно встречаться с татом? Ну да, ну просто они ссорятся. Мама нас ругала, папа нас шашашал. Мы только со мной живем, а тату сам живет с Настей. Просто Настя очень сильно плакала, и папе звонила и уехала. А хули из Насти один из детей? Папа ее забрал, когда она сильно плакала и просилась к папе. У нас были квадратные очи. Дуже взбентежила эта ситуация, что четвертая дитина не живет с Мартою. Как это? Как видеть свою собственную дитину? Как ты умудряешься укладывать на вот эту кровать своего новорожденного сына? В свое время он спал со мной, но в какой-то момент я уже почувствовала, что это до скольки. Он уже взрослый, 8 месяцев уже. Он спал с тобой. Ну это 8-9 месяцев. Но в какой-то момент я уже чувствую, что нужно его приучать, чтобы он спал отдельно. У меня были фары, а не глаза. Это же совсем грудной ребенок. Ну не прям грудничок, но да, блин, маленький еще. Дитина спит на кровати, которая предназначена для детей от 6 лет. Ты понимаешь, что он может спуститься, проповстить? Буквально там вообще вот столько. И так. И ты не почуешь звука просто, потому что ты будешь спать. Я не знаю, как можно просто вот так вот спокойно спать, когда у тебя лестница и такая огромная высота. И у тебя вот здесь просто чисто, знаешь, такой ипподром, где можно просто слететь и разбиться на смерть. Марта. Да, я понимаю. Чего ты ничего не делаешь? Чтобы поставить лестницу, это стоит денег. И это стоит немаленьких денег. В данном случае, где-то даже не про здоровье, а про життя детей, оно важливее за будь-якие гроши. И можно было не вытратить нарушенные волосы, а сделать тот самый барьер. Это набагато важливее. Когда ребенок понимает, что ага, я на высоте, и когда я полез и ударился... Нихрена ребенок этого может не понять. Сколько детей с окна выпадают? Он это как запоминает, понимаешь? Ну а как он вас не может контролировать, когда он уйдет? Поверь, в 10 месяцев он тоже... В 10 месяцев ребенок уже контролирует. Много чего уже понимает. Это ненормально, когда так халатно носится к своим детям. Марта, я в шоке. Безответственная. Я в шоке, я в шоке, я не могу, ну все. Ну очень безответственная. А как вам можно говорить в красивом белье, когда у тебя ребенок вот так вот в 2 годика еле идет? Ножками, гвоздь вот так вот торчит, понимаешь? Она вот так вот руками, своими синюшненькими ножками. И неустойчивая лестница. А ты стоишь в этот момент, снимаешь, какая ты красивая. Марта. Ты же мать. Вона просто переключилась, понимаешь? И дала третью, четвертую дитину, как она сказала, на вихование всесвиту, энергетики и так далее. Вот и все. Мир воспитает. Я просто хотела ей так вот взять ведро холодной воды вот на голову, вылить, сделать пару пощочин, ездить, а потом сказать, а теперь слушай, мать. Найбільше меня в цей ситуации турбує те, що Марта взагалі не розуміє, про що мова. Якщо спочатку я предпускав, що жінка эгоцентрична поставила свої інтереси на перший план, то зараз я все більше переконуюся, що Марта знаходиться за межами реальності і поринула... Она в матрице. ...глибоко в свій вигадану всесвиту. На жаль, таким людям важко підклуватися про дитей. Стосовно чоловіків, ты сказала, їх було багато, чи декілька, чи двоє. У мене двоє мушеї було, от которых було четверо дітей. Коли я познакомилась з першим мужем, я чітко хотела родити, я це дуже осознавала, мені було 25 років. Я почувствовала, що я дуже хочу забеременеть і родити дітей. І причем це так якось внезапно произошло, я словила себе на цій мысль, і я поняла, що время прийшло. І я познакомилась з першим мужем на сеті «Знакомство». Коли я побачила свого бувшого мужа, я поняла, що це буде він. Просто по обличчю побачила і все. І ти тупо просто тому, що зрозуміла, що від нього будуть гарні діти? Вибрала? Так. А все, що у тебе так? Та просто типу… Ти можеш год, два, десять ходити, а у мене немає часу. У мене тридцять два, а у мене четверо дітей, і я ще двох хочу родити. Понимаєш? Куди? Куди ще її народжувати? Блін, хай вона з цим нормально розбереться. А то і цих треба родувати, бо вона ще двох. Куди? Марта, схаминися. Я швидко забеременела через два чи три місяці. І як ви, чого ви розстали? Це відбувалося внезапно. В якийсь момент в житті у мене відбував переворот. Тобто я поїхала на ретрит недільний. А скільки було твоєю дитині тоді? Три місяці. Це певний треш. Кинула цю трьохмісячну дитя і поїхала собі, щоб розбажити. Бабушка сидела. А чому родив дитина спустя три місяці, ти решила не погрузитися в материнство, а поїхати на ретрит? Я не із тих мамаш, які будуть сидіти вдома, в кастрюлях, за уборками. Я поїхала закрывати якісь ще свої психологічні питання, які на той момент були мені більш в приоритеті, ніж сидіти вдома і розвиватися як мама. Коли мій учити сказав про семинар по четвертій чакре, я думаю, боже, мені тут... Я мечтала, боже, це ж четвертая чакра! Це відбувається раз в п'ять років, я йду. Туда, я хочу туда, тому що я чувствовала зажим под левой лопаткой. Це називається просто нерв защемило, і спину продумала, я не знаю. Не-не-не, це була четвертая чакра. Судьба сыграла таку шутку, но просто за день до конца ретрита я написала намерение, що я намереваю розвиваюся мужа. А ще перший чоловік не розвивався. Ему було неинтересно ні вегетарианство, ні какое-не духовное развитие. Ему було важливо зарабатувати гроші. Какой странний мужик, а? Деньги ему важливо було зарабатувати. Блять, де таких находитесь? Че то він це, блять, в шамана не дало? А красиво виглядеть, і все, по сути. Странний мужик, да, ребята? Послушайте, вообще ужас какой. Мужик хотел зарабатывать, і красиво виглядеть. Нормально вот это вот? Мужики вообще перевелись. Где вот эти вот ахалай-махалай, чакра-пукра? Боже, яке мене дурнувате, я не можу просто. Тобто ти на ретриті зустріла ще одного чоловіка. Я довго думала... Наскільки довго? Несколько недель. Долго – це несколько недель. У тебя будет трехмесячная дитина на руках, ты подумала про те, что… О, а це класснейший, ніж перший. Надо мужика поменять. Потому что он был духовно просвещенный. Это значит, ты зрадила своему первому чоловіку, выдалася своим эмоциям, и начала жить уже с другим чоловіком. Как народилась другая дитина? Мой второй муж очень хотел ребенка. Он не начал больше атаковать в том, что появилась Настя. Від нього ще двоє дітей. Тобто троє дітей від другого чоловіка. Чині. Чині. Со вторым мужем я рожала Настю, Елизу і Матвею. Несколько лет ми жили дуже добре. Спустя нескільки років я поняла, що це не… Три роки, що все-таки я где-то… Ну, я ж кажу, що у мене постійно якісь потребування, Понимаєш? Я дожна види, що мужчина рядом со мною растет. Блє, ти тут сказав, що мужик зарабатывав, розвивався, не, херовий. Мужик духовний. Сука, не растет? Блє. Тому що інакше я можу потерять інтерес і, по сути, це приведе… Он не хоче розкрывати п'ятую чакру, бля. Он не занимається саморазвитием. К разрушению отношений. І где-то в какой-то момент я тоже начала чувствовать, що що-то происходит уже не то. Я достатньо сильна личності. І немногі мужчини можуть мене видержати. Ну, да. Тебя понять. Це треба не с одной рюмкостопки сидіти. С одной, блядь… Ой, простите за мою французську. Уже мозги не плавлять. Просто с одной бутылкою водки не разберешься. В какой-то момент вот произошел вот такой вот щелчок. Непростайте жінчину. Я почувствовала, что я очень хочу изменить. У меня не было никакого ни чувства вины. Тебе даже кайфовало. Знаєш, иногда говориться, «Пути Господні неисповідиво». Сюда уже Библию припитали. Ну, я ему сказала, если тебе так тяжело, что я изменила, можешь найти себе другую женщину, чтоб тебе пропустила. «Ивент тоби також рада?» «Да». «Подожди, ты ему так ответила, а он пошел выполнять твою инструкцию?» «С легкой руки, да?» «Ну, получается, да». Я видела, насколько ему больно. «Да». Я ему сказала, «Окей, я понимаю, что один-один как-то будет поровну, что ли». «Один-один!» «Боже, что это за отношения такие веселые?» «И ты народила третий, и четвертый. Просто я хотела уходить. Он начал за мной ухаживать, как вот заново. Давай заново, давай заново. И я ему сказала, «Слушай, я так хочу еще одного ребенка». Я настолько чувствовала эту душу, что я просто, знаешь, она как будто ходила за мной и говорила мне, «Я хочу родиться, я хочу родиться». Понимаешь? Я ему говорю, «Ты как хочешь, но я понимаю, что это, ну, я очень хочу еще одного ребенка». У меня просто выникло такое ощущение, что для нее дети – это как новый вазон дома. И народился четвертая дитина. Ты уже под час вогидности розумела, что нужно от него идти. Мы расстались на четвертом где-то месяце беременности, потому что я в какой-то момент почувствовала холод. С его стороны? Да. Начала готовить борщи, которые я никогда не делала. Мне хотелось, чтобы он меня похвалил. Мне хотелось, чтобы он как-то вот оценил. И несмотря на это, я не получаю никакой благодарности. И поэтому у меня самооценка начинает резко падать. Думаю, ё-моё, что такое? А что она ожидала от него? Что один борщ, который у нас сварит, на певно раз, в... Сколько там? Тоже сомневаюсь, что прям она так борщи готовила. Прям борщи. Хозяйка! Руки были разом. Я вижу. Врятую всю ситуацию. В миске. Как по чистоте, так и по еде. Прям вообще. Хозяйка от Бога. Мечта любого мужчины. Свои звари взбери вкупу, блин. Они любят там кашу. И я начала истерить уже. Я начала бить посуду. Как-то добиваться от него внимания. Помогло? Я начала говорить. Я схожу с ума. Посмотри на меня. Мне нужна твоя энергия. То есть, понимаешь? Знаете, здесь энергетический вампир. Мне нужна твоя энергия. Что в его понятии внимание? Так вот я понимаю, что внимание – это регулярный секс. О, Боже. Классно, когда есть о чем пообщаться. Но если нет секса – это ***. О чем еще поговорить? Согласно. Ты далеко не проедешь. Чи зараз спілкуються твои чоловики с твоими детьми? Ну, можно сказать никак уже. А что с Настей? Давайте мы об этом уже на ужин поговорим. Давай. День був суцільным шоком. Але у нас все еще залишалось запитание, которое мы хотели поставить в марте. Четвертый ребенок? Я вам сегодня приготовила овощной салат. Путерброды с семгой. Ну… Зато сама. И виноград. Я тут даже не сомневаюсь, что это она готовила. Это грибы сырые. Это ж тяжелая еда. Еще сырые. Сырые грибы. Если ты не готовишь доставку за моб. Сырые грибы. На жерле сяко, то понимаешь, зайчики. Те ежички, кто там ест грибы. Хочу вам подарить… Вообще ежики на самом деле это все… миф. Ежики на самом деле это хищники. А вот то, как в рекламе ежик несет грибочек либо яблочко… Ну… Они мышей жрут и всякую другую нечисть. Подарок. У меня очень прекрасный салон, который я вложила очень много времени. Более десяти лет. Это мой ребенок. Я очень люблю свой бизнес. Я очень много туда вложила своей энергией, своей любви. Делаю людей расслабленными, вдохновленными, перезагруженными. У нас есть СПА-программы, массажи, спаривание в хитобочках, пилинги для тела. Авторский массаж, который состоит из двух техник. У меня четыре техники по лицу. Я хочу, чтобы вы посетили это прекрасное пространство. Сертификаты? Я вам дарю вот такие вот сертификаты. Мамочка, это тебе. Спасибо. Супер. Дякую. Марта, справедливо, с любовью рассказала про СВИ-салон. Но она ничего, совсем ничего не делает для своих детей. Из-за того, что мы узнали про детей, нам было не интересно, про то, какая у нее самореализация, и как она там 10 лет в бизнесе, в салонном массаже. Марта, то расскажи нам все-таки… Мы уже столько чего не слышали про Настя. Расскажи, почему она не здесь? И где она сейчас? Папа. Сейчас она живет с папой. Чего? Она просто очень требовала от меня много внимания. Мне нужно было сначала уложить малышей. Они засыпали возле меня. Один слева, второй справа. Еще Настя хотела мне на голову вылезти. Понимаешь? Я ей говорила, если там тебе не хватает, они папе, разговаривай с папой. Да, я уже… Я просто не выдержала, я ему позвонила, говорю, забираю его. Марта, дело в том, что ты, когда родила четвертую дитину, у тебя уже было первых троих. И если ты уже видела, что в тебя не вкладывается… Она еще двое хочет. Боже ж, тебе не хватает ресурсов, ты же могла не родить. Марта хочет еще двоих детей. Ты будешь их на выселке тоже… Да, папа разный, туда отправил, туда, туда, как бы. А там вырастет нормально будет. Ты понимаешь, что… Мы уже не будем смотреть в будущее сейчас. Я что-то не могу понять. Чего он забрал лишь одну дину, когда в него повноценные три дитини в тут? Случилось так, как случилось. Мне было выгодно дать одну. Она просто была народжена с ним, была от него, а потом она начала сградживать. И логично, что он, скорее всего, думает, что эти дити не от него. Ты когда последний раз о ней говорила? Где-то три недели назад. Три недели назад с властной дитиною? У меня на нее обида, за то, что она не хочет приезжать. Обида на ребенка? Ты ребенка нахрен сплавила отцу? И у меня обида на ребенка? Марта, тебе 32 лет, как ты можешь ображаться на пятеричную дитину? Даааа. Просто без густо. Я в шоте просто. Глупая барышня, конечно. Обижаться на своего ребенка, это быть глупой на сколько? В пять лет. Ну дрянь. Ну просто дрянь. Мерзость. Это просто мерзость. Ну по-другому я ее не назову. Ну с головой проблема наш Клеопатра. Видите, вот в голову что-то давит. Наверное там уже чакра за пукро ушла. У человека отсутствует материнский инстинкт. Полностью. Най страшнейшее, что может почути дитина от своей матери, это ты мне не нужна. То, что вчинила Марта, однозначно травмировало дитину. А тот факт, что она не общается с ней уже три недели, всю травму только усиляет. Но, поважаючи на психоэмоциональный стан женщины, я маю надею, что с батьком ей все же таки лучше. Можно всех отдать, да? Когда я тебя увидела, я тебя восхищалась. Потому что быть мамой четверых детей это большое достижение. При этом всем прекрасно выглядеть. И быть такой молодой и самоуверенной. И сегодня я в тебе полностью разочаровалась. Мы просто так драматизировали это все. По Марте нужно бороться с собой и своим материнством и понять, что она сейчас не мама. Взагалі не мама для своих детей. Марта закладает такую вибухивку в их психологическое здоровье, можно сказать. Может, хотя бы Дмитро Карпачев урозумить Марту. Ага, конечно, я вас. Привет. Привет. Здравствуйте. Привет, Димончик. Как дела? Как будто дружбан. Привет. Что, Дим, как дела? Какая небезопасная по отношению до детей позиция. Бо я, когда увидел по каким сходам спускается ваша дочка, ну, мне было действительно страшно. На самом деле, ребенку не страшно. Ребенок ходит взад вперед очень просто и действительно нет никаких проблем в этой лестнице уже. Я понимаю, что детям не страшно. Это история про имоверность, когда ребенок ходит по сходам, и когда ребенок не ходит по сходам, где больше имоверность, что с ней может что-то тратить? Согласна, да. Еще у меня, знаете, какие вопросы, которые тоже про безопасность детей, про их здоровье? Это ваши взгляды на их питание, в частности, вегетарианство. Батьки, которые поддерживают таких взглядов, должны достаточно прискипливо ставиться к здоровью ребенка. А для этого нужно... Ну да, какая-то странная хрень. Типа, здоровье там, но насрать вообще на врачей, на чистоту. Проходите какие-то обследования. Дима, я, во-первых, тебе объясню. Я тебе объясню. Она уже на ты. Дима, слушай внимательно. Мои дети вообще не болеют. Поэтому обследование для меня это нет никакой необходимости, потому что, ну, нет необходимости, вот. Если мы говорим про здоровье и здоровье детей, то проблем лучше уникнуть. Но мясо им не нужно. Я сейчас не говорю про то, че нужно мясо, че не нужно. А что нужно? Вот что, я не могу понять конкретно, чего нужно. Она же тебе говорит обследование. Добавить, то я вам скажу. Хорошо, давай. Я не говорю про то, че нужно мясо, че не нужно. Я говорю про то, че отримают ваші діти усі необходимые микроелементи. Все те, че потрібно дитячому организму для развития. Ви не знаете. Ну, я смотрю по внешнему виду. Это же не на око вимиряется. Отходить, значит, живий. А раз живий, значит, харчуются правильно. Ну, я могу ради тебя пойти и сдать анализы. Це точно не треба робити заради мене. Ради тебя? Я не вижу в этом смысла. Это страхи, мне кажется, это страх. Ну, например, можно з'ясувати, що у дитини не вистачає вітаміну D. А це може впливати на синтез мелатоніну. Така некультурная. Ты хотів спрати, можемо ли ми на Т перейти? А, блядя, дружба на Димон. Ну, ради тебя там анализы и так далі. What the fuck? Ну, ты хоть какие-то меры приличия соблюдаєш, че ли? Или скажи, Дмитрий, ми можем на Т говорить? Тогда вже все, вопросов нету. Это так пошла. Привет! А це, в свою чергу, про стабільність нервової системи. Все. Так, сложная тема. Це не важка тема. Це тема, де, скоріш за все, я… Димонсадь. Димонсадь. Принципом, якщо треба пояснювати, то не треба пояснювати. Мене не треба пояснювати. Так я це розумію. Так, у меня є моє мнение. І засуньте свою себе, знаєш, куда? Вообще, я вас психолог, такой себе. И поэтому я никому не позволю вторгаться в мое личное пространство и рассказывать мне, что я где-то что-то неправильно делаю. Еще одно принциповое питання. Я в вашем инстаграмі бачив, що ваша дитина їздить без автокрісла і не пристімнута навіть. А зачем воно треба, бля? Тут для дебилів придумали от це все. Я люблю снимать сторіс, где… Где у него ремень прямо через шею? Я включаю музику. И она у меня очень любит тоже вот такой вот веселиться и петь. Да, я не буду на съемку, как за ребенок кресло. Ви ризикуєте здоровье. Ну, не рада виду. Есть, как есть. И так, как у меня четверо детей, четыре автокрісла поставить в машину – это тоже проблематично. Да. Ви зараз підтримуєте стосунки з Настею? Важная мамаша, конечно. Ну, зачем я тебе втап вилетел нахрен через это? Ну, уже трое. Я еще двоих планировал, поэтому будет пять. Как бы так. Сложная ситуация, она закрылась от меня. А что вы сейчас знаете про ее життя? Ну, я знаю, что она ходит в садик, она много гуляет. Я понимаю, когда после разлучения, там, дитина живет с датьком, а не с мамой. Но то, что мама не знает ничего про то, как живет дитина с датьком, вы с ней общаетесь по телефону, видитесь. Меня, во-первых, никто не приглашает. Сколько ей было лет, когда она начала жить с датьком? Пять с половиной. Так просто на ревном месте дитина цего века, вона не может взять и так сильно полюбить тата, который… Она его всегда любила. Значит, ты хорошо себя вела. Там просто есть другая часть наречения. Да, конечно. У вас такая интересная звичка – недослуховывать. Вот не может вона взять и так полюбить датька и перестать хотеть общаться с мамой. Ну, для этого должны быть какие-то основы. У нее было такое, что она поздно вечером начинала истерить. Да, я могла на нее повысить голос. Например, она начинает ныть. У меня дети, малыши, маленькие. Она говорит, мама, полежи со мной. То есть она хотела, чтобы я возле нее лежала. И я… Она говорит, ты что, вообще страх потеряла? У меня и другие дети есть. Делала. То есть я приходила, ложилась возле нее. Но ей всего было мало. Она хотела еще, вы за это сварила. Ну, как все так, взагально. Да, да. Если у малышей я там чуть-чуть уделила, они довольны. Чуть-чуть уделила, довольны. То Настя, она хотела, чтобы я прям очень много внимания в нее вкладывала. Поэтому легче сплавить ребенка. Для кого-то. Вы ему посмехнулись, а он уже задоволен. А она около кого-то треба там танцювати. Вот, вот. И вот это я поняла. Но дети на то не видно. Это же вы ее народжували. Да, конечно. И меньше их народжували. А еще двух хотите. Если будет на то свыше разрешение, то да. Я готова родить еще двоих детей. Дай Бог. На все добре. Дякую. Больная. Просто больная баба. Пока. Пока. Пока, димончик. Пока. А че отримает Марта оценки гидней ей императорской величности? Марті за хозяйственность ставлю два. Она ничего не делает в своем доме, не следит за порядком и не стремится к чистоте. За вихование детей я могу Марті поставить 4 бали. Это еще очень хорошая оценка. По одному балу за те, что она родила каждую дитину. А в следующем выпуске Таня расскажет, как она стала лидеркой домок. Моя карьера началась с того, что я рассказала девчатам, как проводила моя вагитность. Как и у многих инстаманов. Вагитность пришла в болячка. Я вот так лежала на капельницах. Да. Я только видела, как у меня труп. Короче, сливается. Что реально? Ты каждый день держа. Да, каждый день там столько плохих. Не Боже. Открываешься. Моя врачеха говорит, ты даже не тушишься в туалет, потому что ты сразу родишь. Та який компромат на Таню знайдуть матуси. Можна, пожалуйста, папочку принеси. Я хотела вывезти Таню на чистую воду. Пи збрехав. Она просто хайпует на свою беременность. А також якущен. Что ж там в финале вообще? Там на ту блондинку компромат, на эту компромат. Здоровую правду выкрие Дмитро Карпачово. Лекарь рассказал, в каком стане была ваша дитина. Увага на экран. В смысле? Это трешняк. Да, ребята, вот такой короче выпуск. Необычный, согласитесь. Но с радостью прочитаю ваше мнение про нашу императрицу. Как вам эта мать? И увидимся уже в финальном 48 выпуске, где посмотрим на нашу маму великого инфлюенсера. Посмотрим, на чем она соврала и подведем итоги. Ребята, увидимся в новом выпуске. И самое время перейти на мой лайв канал и посмотреть новый выпуск. Я вешу 300 килограмм. Он вас там уже ждет. Всем пока.